Здравствуйте, с вами Татьяна Шахбандер, психолог, трансформационный коуч и практик Тета-Хиллинга. Сегодня я хочу поговорить про проживание жизни. Как вы уже знаете, я создала свою собственную игру, которая называется «Ценная жизнь». Это мини-версия моей полной игры, которую даст Бог, я всё-таки разработаю в ближайшее время. Это мини-версия, это игра о жизни, о позволении себе жить. И если вы считаете, что при чём тут позволять себе жить, мы же так живём. Да, мы живём по поверхности, мы живём по касательной, но мы не проживаем жизнь глубоко, мы не прочувствуем. То есть нам нужны все эти гиперудовольствия, какие-то гипернаслаждения, именно потому, что мы отучились чувствовать, отучились позволять себе эти чувства и почему-то очень сильно боимся их. Мы боимся позитивных чувств, мы боимся даже отдаться полностью, раскрыться полностью каким-то своим позитивным чувствам. Но ещё больше, конечно же, мы боимся негативных чувств. И сегодня я хочу проговорить одну такую важную вещь о том, что очень важно проживать негативные эмоции тоже. Очень часто мы попадаемся на эту духовную ловушку или просто такую ловушку, что когда на нас находят какие-то негативные чувства, мы очень быстренько их затираем и говорим «нет-нет, всё хорошо, я беру себя в руки» и мы бежим дальше. Но это самообман. Непрожитые эмоции, непрожитые чувства, они никуда не исчезают, они капсулируются в нашем теле, потом могут проявляться какие-то заболевания, какие-то проблемы в жизни. По психосоматике, например, гайморит — это невыплаканные слёзы. Но это может быть не только гайморит, это может проявляться в разных особенностях, в разных болезнях, в зависимости от строения организма и его особенностей, собственно. Поэтому очень важно давать себе проживать. И вот часто бывает, что, например, когда разрываются отношения, всегда это больно. Особенно для женщины, если это отношения были с мужчиной, это всегда очень сильно больно. И часто женщины себе не позволяют прожить эту боль. Или когда мы теряем близкого человека, это тоже очень больно. И иногда мы впадаем в такой ступор неэмоциональный, как будто нам и не жалко, как будто нам и не хочется плакать. Но очень важно быть чувствительным к себе и позволять себе это прочувствовать, прожить, проплакаться. Вот это будет честно. Это будет честно с собой, потому что эта эмоция есть, и нужно позволить ей выйти, выйти наружу. Но в то же время очень важно не застревать в этом. И мне в этом, например, помогает вот такая трансцендентная позиция. То есть всегда есть какой-то наблюдатель, мой внутренний наблюдатель, это, конечно же, тоже я, который наблюдает за тем, что происходит со мной. То есть, например, когда грустно, ты грустишь, и ты признаешь то, что тебе грустно. Или тебе больно, и ты прочувствуешь эту боль, и говори, да, мне больно, или тебе обидно, или любые другие негативные эмоции, если не появляются, нужно признать, что они есть, позволить себе их прожить, но с другой стороны, трансцендентно, то есть со стороны, ну не свысока, а вот как бы вне ситуации, смотреть на себя внешне, точнее внутренне, и представлять можно даже, как ты себя обнимаешь, как ты себя, как маленькую девочку, голубишь и гладишь, и говоришь, я с тобой, всё хорошо. И вот знаете, я даже заметила такую вещь, что с тех пор, как я начала заниматься своим внутренним миром, духовным развитием, психологическим образованием, многие вещи изменились в моей жизни. Я стала по-другому реагировать на события, по-другому себя чувствовать. Но тем не менее, как простая земная женщина, многие факторы влияют на меня, в том числе наши женские циклы. И вот я часто замечаю, бывает, что за собой, что я стала слишком раздражительной, как бы всё, как говорится, всё бесит, да. Вот, и если я вспоминаю вдруг, что это просто вот такие закономерности, ну, я не скажу, что это естественно, конечно, но есть такая закономерность, да, я просто со стороны, я вижу, как я нервничаю, как я раздражаюсь, и в то же время я просто понимаю, что со мной происходит, и я себя за это не осуждаю, я себя при этом принимаю, и просто говорю, это уже снижает градус, в принципе, вот этого ощущения. И немножечко хочу ещё проговорить такой момент. Очень часто я это очень часто встречаю и клиенты, и в жизни, что родители кричат на своих детей, раздражаются и потом очень сильно испытывают чувство вины за это. Это деструктивно, деструктивно не кричать на ребёнка, деструктивно чувствовать вину за это, потому что все мы живые люди, и это наша иллюзия, что нам нужно вот так воспитывать ребёнка, чтобы он в каких-то тепличных условиях, чтобы на него никогда никто не кричал, чтобы он всегда был такой обнеженный, обцелованный. Да, нам нужно максимально дать ребёнку принятие, понимание его, любовь, тепло и тактильных ощущений. То есть всё-всё-всё это нужно давать, но нужно давать реальную жизнь, потому что ребёнок потом выйдет, если он будет в каком-то розовом таком облаке расти, то потом в мире ему будет тоже сложно. Поэтому все наши эмоции, которые мы проживаем, это важно проживать их и показывать, и быть честным, честным с ребёнками. Эта честность намного важнее, чем вот эта вот обманчивая, иллюзорная хорошесть, что ли, обманчивая иллюзорность спокойствия, потому что детей не обманешь, они же видят, что внутри вас кипит эта буря. Что с этим делать? Ну, во-первых, признавать, что у вас есть эта эмоция, и ещё лучше озвучивать её. То есть когда в момент озвучивания эмоций, чувства, оно уже снижает градус минимум на 50%. Вот попробуйте, просто проэкспериментируйте. Когда вы чувствуете, что злитесь или раздражаетесь, так скажите вслух, я злюсь, я раздражаюсь, меня раздражает это. Просто назовите свою эмоцию. Или когда вам грустно, скажите, мне грустно. Вы заметите, как сразу ваша эмоция уже становится не такой ощутимой, она уже практически и развеялась. А потом позвольте себе просто допрожить эту эмоцию, если она появилась. Она не просто так появилась. Конечно, если это носит системный характер, то там собака покопалась в детстве. В общем, надо с этим разбираться. Нужно это отпускать, прорабатывать, переписывать сценарии. Я уже писала видео, посмотрите мне на канале о переписывании сценариев. Конечно, с этим нужно работать, но мы живые люди, мы всегда будем испытывать чувства и эмоции. Только самые просветленные люди, с которыми я, к сожалению, не знакома, могут находиться всегда в благостном состоянии. Даже те люди, просветленные, с которыми я знакома, они тоже испытывают разные эмоции и честно в этом признаются. Поэтому будьте честны, будьте честны с собой, будьте честны с своими детьми. И самое деструктивное, это когда вы себя ругаете, когда вы себя критикуете. Позвольте себе испытывать эти эмоции, озвучивайте их вслух и проживите их. И только после того, как вы их проживете, вы их по-честному сможете отпустить. Да, моя красавица. Сарасича Беда. Хорошо, дорогие мои, видите, меня уже зовут. Я вас благодарю за внимание. С вами была Татьяна Шахбандер. Ставьте лайки, для меня это важно, мне это приятно. И это показывает мне, что это интересно. Я вам буду вдохновляться записывать следующие видео. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Я создала новую категорию «Видеодневник», в котором просто показываю вам какие-то интересные, ну, с моей точки зрения, места. И пишите в комментариях, что вам интересно, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Будем обсуждать это вместе, потому что я тоже человек, я тоже могу ошибаться. Мне интересна ваша точка зрения. Поэтому пишите и до новых встреч!